ребят всем привет я говорил про обратную связь то есть про общение в комментариях и как бы это такие не пустые слова не дежурные фразы вы писали когда я ехал еще по дороге я мелько так прочитал в комментариях что писали типа сними лайв видосик какой-нибудь дороги я снял послушал вашего совета эти видосики они зашли они понравились вам вот потом еще достаточно много писали с ними совместное видео с какими новосибирскими блогерами и вот я тоже послушал совета и встретился с максом привет здорово это ветеран так сказать автоблогинга новосибирска уже около пяти лет снимают ребята про автомобили еще у него брат есть тоже который снимает с ним и вот но с нами общаться не хочет сидит в машине вот уже холодно греется вот решил встретиться познакомиться пообщаться так сказать в эту блогерскую сферу внедриться посмотреть как все это происходит ну и конечно же обсудить да показать тачку то есть пообщаться ну в таком духе общем черный бумер прям крутая еще с тонированным лобовиком прям ну круто да кстати расскажи как тебя ростанировали это лица масса не раз а вы не раста не боковушки ребята в кировский ростах и ростки ростанировали они поехали в мурманск кажется и вот на по пути в мурманск приходили дает мне перед дорогой в мурманск они решили растонироваться то есть сами да 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 ну ладно давай перейдем к узлу просто ради интереса посмотрим что можно купить за 250 рублей самая дешевая цена в стране Да, ну это действительно. Живой вариант. Причем следующий вариант, наверное, ну примерно, ну тысяч, наверное, 150 дороже. Ну у нас в Новосибирске именно четвертого года самая дешевая машина такая, 600 тысяч. Их две всего, правда, одна продана, одна нет. А именно если брать Е65, Е66 кузова, самая дешевая тачка 385 тысяч. Именно с документами на ходу, не битая, ничего. Вот такой порядок цен именно у нас в Новосибирске. До кузова не можем добраться. Сейчас тоже поговорили. Оказывается, машина все-таки маленько с проблемами с документами. Она снята с учета, да, по-моему? Ну да, это не проблема. Это, так скажем, штатная нормальная ситуация. Просто предыдущий владелец, получается, снял с регистрации ее себя, чтобы не платить налог, чтобы не приходили штрафы. Вот. Это случилось уже около полугода назад. Вот. Ну и, соответственно, там у инспекторов по дороге возникали вопросы ко мне. Вот тут можно посмотреть, как пытались оторвать номер. Я сказал, машину не ломайте, открутить не смогли. Вот этот номер прям с Кировска приехал. Трофейный, так сказать. Ну, давайте примерно посмотрим по кузу. Мы уже четвертый раз пытаемся пойти, ничего не можем посмотреть. Ну, из такого явного, конечно, сразу же видно, что, ну, вот это вот крыло. Ну, это явно, то есть, было задней ливой. Тут прям шпакля, да. Тут, видимо, дрифтовая. Вот она и на дверь переходит. Тут, конечно, явно такие очевидные. Но толщиномером тыкать большого, мне кажется, смысла нету. Ну, да. Не добьет, как сказал Витек, говорит, не добьет. Ну, просто посмотреть интересно. Мне, кстати, очень нравится, как они делают задние стекла вот эти вот переливающиеся. Красная тренировка вот эта, да? Прям здорово. А сейчас багажник открытый уже? А расскажи багажник, почему у вас не... Нет, а что? Нельзя его так открыть? Нет, он только когда едешь, он открывается. А, то есть, нельзя, если ты хочешь открыть, его нельзя открыть, да? Не, можно ключом личинку вытащить. Ключом. Ну, то есть, не залезем, короче. Ну, там некрасиво, но я могу открыть, если надо. Я хочу. Нет, ну, блин, самое главное, что она черная и чистая. По остальному, там, да, есть мятинки, есть поклеванные места, есть там еще что-то. Ну, это все ничего страшного, потому что этот автомобиль куплен по цене там Лады Приоры, да? Но он превосходит его во всем. Как и в цене ремонта тоже. Но ты скоро узнаешь и будешь снимать про это видео. И мне кажется, от контента у тебя будет прям вот так вот. Я очень надеюсь. Прям видос за видосом будет выходить. Кстати, вот этот супер был-то откручен, когда я поехал. То есть, в Питере, когда меня переобували, оказалось, что один болт, ну, нету его, короче, одного болта. И у меня супер туда ходил. Я не мог понять, почему у меня машина не едет. То есть, я в Кировске на заправку заехал с утра, переночевал там, заехал на заправку. Трогаться, а она просто не едет. Я газу, она буксует, не едет. Я чуть назад отъехал, методом тыка, короче, нашел способ, как можно тронуться на ней. То есть, чуть-чуть назад отъезжаешь, там оно отгибается. Отчет? Да, я думал, это что-то, то ли, может, АБС там, что-то там заклинило, еще что-то. Вот, чуть назад отъезжаешь, и потом она едет. И так, каждый светофор, каждая остановка, то есть, ты стоишь на светофоре на трассе, надо тронуться, ты заднюю скорость включаешь, чуть-чуть назад отъезжаешь. Но заднюю ни разу не сигналили. А они видят бэха. Ну да, бэ, тем более. Нормальная ситуация. Да, да. Я думаю, по кузову ты уже посмотришь, уже у себя в гараже, что там, да как. Ну, по-моему, основные элементы там целые, то есть, вся геометрия целая. Ну, насколько я помню, Миша вроде говорил, что все нормально. Да, это нормально. То есть, так, просто по внешке. Ну и то, это, мне кажется, если все это сделать, там, сильно дороже, она от этого, может быть, и не станет. Но чисто для себя, почему бы и нет. Я очень замерз, я предлагаю перейти вовнутрь. Я за. У меня практически все машины были японские, на автомате. И, то есть, BMW вообще у меня первая из немцев. Там, ML был и Opel Corsa. Все, весь мой опыт немецкий. Блин, ну так-то, конечно, очень круто. Прям сидишь, ну, реально в богатой машине. Особенно, самое, что радует, это цена. Это самое крутое, что в этой машине есть. За 250 тысяч за вот такой вот люк, за вот эти вот шпон. Витек сзади сидит вообще как король. Она же лонговская, да, получается еще? Да, Е66 Шишига. Блин, ну вообще круто. Да, можно забыть, если забыть, то есть, когда едешь, что по кузову там какие-то моментики есть. Если не смотреть на табло, то можно, в принципе, вообще, то есть чувствовать себя отлично. Ну, основная эта электроника, я так понимаю, вся работает, да, то есть вот эти все рычажки, все кнопочки, все классно, да? Да, все просто супер. Блин, ну, конечно, много всего. Хочу вставить. Вот, поставь в колени. На! Я сказал, тут сидел, мне вот это по ногам прилетело. Блин, ну я предлагаю все-таки уже попробовать прокатиться и выгнать сзади Витька. И хотя бы по парковке проехать, а то у нас сегодня пробки кошмарные. Завтра 8 марта, все пытаются поздравить своих женщин. Едут, покупают подарки. И одно колесо у нас летнее. Запаска стоит. А, как колесо-то пробило, расскажи. Какая-то типа ступенька была, то есть я на ступеньку на эту заехал, но больше я ничего не помню. Все как в тумане, да? Не, просто я как понял-то, что я пробил его, просто машину вправо начало тянуть. Не потому, что там я куда-то бряк, там заупал, там куда-то, не знаю. Просто еду, вправо начало тянуть, остановились, смотрю, ну, спущено. А, кстати, я покупал уже эту резину за 3000. Полный комплект, все 4 колеса. И на нем уже ездили на спущенном, и, видимо, из-за этого оно и не выдержало. А, ну, наверное. И на нем, получается, еще 20 километров я проехал на спущенном до монтажки. Ну, и, соответственно, его уже мы избавились от него, утилизировали. Ну, блин, звук хороший. Ну, вот, я думаю, сезон катания на этой машине у меня начнется только месяца, через два. Когда все растает. Да, надо. Она прям мягенько-мягенько идет. А я не знаю, но на таких машинах премиум, если стучит, может, даже и не слышно, шумка все улетает. Нет, да, есть такое дело, но если что-то сильно болтается, то будет все равно слышно. Но ничего сильно болтающего здесь нет, уже хорошо. Не, ну, все, что здесь сильно болталось, из-за чего оно в сугробе там стояло, в принципе, ребята в Кировске все это сделали. То есть остались такие моменты. Ну, по мелочи, грубо говоря. Ну, можно так сказать. Я очень, на самом деле, рассчитываю на так называемые распилы, которые сейчас в Японии эти машины везут. И достаточно недорогие запчасти, получается. То есть по кузовне, какие-то там вот эти... Карта дверная, например, там тысячу рублей, полторы тысячи рублей. Это такие цены? Да, бачок омывателя с моторчиками полторы тысячи в сборе. Ну, то есть, по идее, вот из того, что нужно, туманки вот оригинальные по 1300. То есть я особо с тем же фориком, вот я недавно делал, вот у меня на канале тоже там видосы, которые есть. Особой разницы, в общем, нету по ценникам из того, что я видел. Пока что я ни разу не видел, чтобы я запчасть ввел там где-то на дроме или где. И там сто тысяч, ну, сто тысяч там цена была на нее. Ну, это же здорово. Это просто прекрасно. Все равно BMW, вот она и есть BMW. Особенно, если она большая и мощная. Слушай, а что он хавает? Что у вас по трассе вышло по расходу? Один с половиной примерно расход. Ну, это я ехал, ну, то есть практически на газ я не нажимал. Ух, ESP нету у нас. Но у нас гонит, получается, ESP? ABS, ESP нету, да. То есть полностью кто-то жалуется, например, что на машине до конца стабилизация не отключается. Или, не знаю, что-то там, ну, охота, то есть жарить и машина не дает. А тут это просто-напросто не работает, это сломано. Тут до конца не включается. Тут вообще не включается. Если бы я вернулся на две недели назад, и, то есть, у меня был бы выбор, я бы поступил точно так же. Блин, ну это вот спонтанный ты человек. Не привязанный ни к чему. Я вот так не смог бы уже повторять уже который раз. Ну что ж, комфорт за 250 тысяч рублей, это, конечно, очень круто. На улице так вообще неприятно находиться возле такого автомобиля. Ну вот, ребят, посмотрели машину, познакомился я с ребятами, пообщались. Очень рад, может, как-нибудь еще встретимся, что-нибудь снимем. Когда эта машина уже будет в более лучшем состоянии, хотя бы я ее скомплектую, то есть, все поставлю, что там должно стоять. Вот. Макс, спасибо за встречу. Да, не за что тебе спасибо, самому интересно, конечно, посмотреть ту машину, которую видел сам только в роликах, а тут она вот хоба. И просто через всю Россию проехала и появилась у нас в Новосибирске. Блин, ну интересно. Вот даже если бы не снимали совместный ролик, я бы все равно как-нибудь приехал, бы там созвонил, встретил, просто посмотреть. Ну просто интересно, почему бы нет? Это вот тот автомобиль, который сам Миша Яковлев купил, сам Миша Яковлев уже, знаете, блогер уже скоро, возможно, станет, который миллионником. Купил этот автомобиль, сам его там поставил на ход. А Рома просто поехал, купил его у него, пригнал его сюда и хочет заняться дальнейшим восстановлением автомобиля. И, блин, ну почему бы нет? И здорово, и интересно. Я думаю, люди будут смотреть, им нравится, когда другие мучаются с проблемами немецких автомобилей. Потому что у меня был Мерседес, вот смотрели. Но я не могу себе позволить обслуживать Мерседес, поэтому теперь у меня Ниссан. Парни, спасибо всем за просмотр. Ссылку на канал ребят я оставлю, кто не знает, может быть, хотя их невозможно, наверное, не знать, 5 лет они снимают. Вот, но в любом случае оставлю всю информацию, подписывайтесь. Спасибо, что смотрите, спасибо, что комментируете. Мнение очень важно. Буду рад выслушать вас в комментариях. Все, всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok